Здравствуйте! В эфире Якутия 24, новости экономики. В студии Евгения Баженко. Средний чек жителя России за один поход в магазин в январе 2018 года равен 527 рублям, говорится в исследовании холдинга «Ромир». По сравнению с декабрем 2017 года он упал на 10% или на 59 рублей. Но это сезонное понижение. В предновогоднем декабре траты всегда выше. А вот если сравнивать с январем 2017, то снижение небольшое – менее 1%. В январе 2017 чек составлял 533 рубля. В январе 2016 – 577 рублей. В 2015 году – 587 рублей. 8,5 миллиардов рублей получит «Алроса» на строительство дороги до Верхнемунского месторождения в рамках договоренности с Министерством развития Дальнего Востока. Субсидия из федерального бюджета предоставляется в рамках проекта «Алмазодобывающие предприятия» на месторождение Верхнемунского рудного поля на период 2018-2020 годов. Ранее сообщалось, что по соглашению с республикой «Алмазная компания» трудоустроит на это месторождение около 600 якутиян. Пилотный проект Якутии по переселению граждан из аварийного жилья стартует в Алдамском районе. Он даст начало федеральной программе, которая будет работать на территории всей России с 2019 года. Как сказал зампредправительство региона Игорь Никифоров, Алдамский район однозначно примет участие в 2018 году в пилотном проекте по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Район один из лидеров по объему ветхих домов, которые надо сносить и расселять, заявил Никифоров. Также города Якутск и Нейрингри имеют один из самых крупных ветхих жилфондов республики. 1 января 2018 года завершила свое действие федеральная программа, рассчитанная на 5 лет по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Эта программа действовала на территории всей республики Саха и Якутия. Данный пилотный проект будет осуществляться за счет бюджетных денег республики Саха и Якутия и будет по своему содержанию экспериментальным проектом. Он будет реализовываться на территории 9 улусов республики экспериментальным проектом по поиску новых путей и условий переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Действующая программа показала ее недостатки, которая завершила с ним непосредственно прежде всего. Недостаток – это отсутствие учет критерия нуждаемости. И поэтому в целом по республике возникли ситуации, при которых и ненуждающиеся граждане получили жилье. И, соответственно, граждане, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, они оказались на втором этапе или, как его называют традиционно, второй этап. Поэтому пилотный проект сейчас, условия, которые разрабатываются, он прежде всего должен учитывать нуждаемость граждан как таковой. Почти 15,5 миллионов человек составляет неформальный сектор экономики страны, посчитали в Росстате. Речь идет о неформальной, то есть не закрепленной официальными трудовыми отношениями, занятости. В Российской Академии народного хозяйства и государственной службы добавили к этому числу граждан, которые, имея официальную работу, подрабатывают неофициально. Получилось, что теневой рынок труда так или иначе вовлечены 30 миллионов россиян. Это более 40% экономически активного населения. Фонды социального и медицинского страхования, пенсионный фонд и местные бюджеты в результате теневого рынка труда не ежегодно недополучают около 4 триллионов рублей, а работодателям грозят лишь мелкие штрафы. Напомним, что в Госдуме прилагают бороться с неформальной занятостью, лишая работодателей, практикующих такую занятость, налоговых льгот. А это 9,5 триллионов рублей ежегодно. 18-й муниципальный бизнес-инкубатор открылся на территории Якутии, поселке Нижний Бестях. На площади свыше 1000 квадратных метров разместятся 25 начинающих предпринимателей, которые планируют реализовывать проекты местного производства и оказания услуг для населения. Как отметил замминистра инвестиционного развития и предпринимательства Республики Максим Прокопьев, с открытием этого объекта республика выбилась в абсолютные лидеры среди регионов Российской Федерации по количеству бизнес-инкубаторов. До 2020 года бизнес-инкубаторы будут открыты во всех районах республики в рамках региональной программы по поддержке местного производства. Создать в стране собственную платформу интернет-торговли предложил президент Владимир Путин. «Нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать новую, свою собственную, пускай пока может быть достаточно скромную, но имеющую перспективы развития», – заявил глава государства. Последние годы электронные платформы активно предпринимают усилия по продвижению своего присутствия и увеличению доли рынка в России. Компании интернет-торговли, входящей в ТПП РФ, выражали опасения, что на этом фоне российские компании вскоре могут быть полностью вытеснены из отечественной онлайн-торговли. Объем выданных в регионах Дальнего Востока ипотечных кредитов в 2017 году увеличился на 40% и превысил 100 млрд рублей, достигнув рекордного показателя. За год оформлено почти 47 тысяч ипотечных кредитов. Больше всего их предоставлено в Приморском крае. В тройку лидеров ипотечного жилищного кредитования также входят Республика Саха-Якутия и Хабаровский край. Средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам на Дальнем Востоке за 2017 год снизилась на 2% пункта и составила 10,6%. При этом в декабре этот показатель опустился до рекордного низкого значения – 9,7%. Уровень просроченной задолженности по ипотеке менее 1%. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с Якутия-24.